Рад вас приветствовать на первом занятии курса управления конфликтами. Сегодня мы поговорим о том, что такое конфликты в команде. Зачем это нужно? Это нужно для каждого HR, эта информация, эти знания, потому что человек, который умеет решать конфликты, это очень важный человек. Я его назвал незаменимый элемент для любого бизнеса. Компания в нем особенно заинтересована и стремится удерживать любыми способами, потому что конфликты – это часть любой компании, любого бизнеса, а тот, кто умеет их правильно разруливать, действительно очень важен. Вот сайт нашего курса, в конце у нас здесь написано «Conflicts», все очень просто, даже если нет ссылки под рукой, можете вспомнить и перейти, ну, либо найти на главной странице Академии. Если мы с кем-то еще не знакомы, меня зовут Майк Притула, я с конфликтами сталкивался, наверное, с самого начала своей работы. Альфа-банк – это был период активного роста, становления Альфа-банка, как такого прогрессивного банка. Конечно же, в Starlight Media, где я работал с творческими сотрудниками. Кто работал с творческими сотрудниками, с телевизионщиками, знает, что конфликт – это основа работы. Почему? Потому что в правилах драматургии зашит конфликт. Люди смотрят телевидение, потому что там выполняются или соблюдаются правила драматургии. А любая драматургия строится вокруг конфликта. В Wargaming тоже было много конфликтов. Ну, конечно, GameDev еще и разрабатывает компьютерную игру про сражения, про войнушки. Preply – это стартап, менее, наверное, самая неконфликтная моих наблюдаемых организаций. Но, тем не менее, все равно какие-то недопонимания случались. Ideas – тоже более спокойная. Ну и сейчас это обучение, преподавание, точнее, в Академии. В работе, полагаясь, на лучшие мировые практики. Вот список того, на что я полагаюсь. Вам тоже рекомендую подписываться. Так, тут есть комментарий. Анастасия написала. Тема прямо в руку. Команда «Один сплошной конфликт» сталкивалась сегодня. Поставила задачу новому руководителю. Он воспринял в штыки, сказал, только руководитель будет ставить ему задачи. А я младше ее в два раза. Понятно. Да, вот такое бывает довольно-таки часто. Да, спасибо за ваши кейсы. Ну что ж, идем мы дальше. Я вижу, что многие уже написали, у кого есть еще желание, напишите ваш город, должность и компания. Мы вот таким образом с вами познакомимся, вы себя презентуете. Это всегда интересно, поэтому кто готов, пишите. Как только вы напишите, я зачитаю. Те, кто уже на курсе, вас ждут домашние задания, просто напоминаю, мы выдаем диплом только тем, кто сделал все хорошо, тот, кто хорошо обучился. Поэтому нашим дипломам доверяют. В программе курса у нас шесть занятий. Сегодня мы знакомимся с темой, но несмотря на то, что мы знакомимся, мы много узнаем, даже про решение конфликтов. Дальше для всех желающих мы уйдем на других занятиях вглубь. Мы разберем разные виды конфликтов на втором занятии, тщательно поработаем с причинами конфликтов на третьем. На четвертом изучим конфликтные ситуации и что с ними делать в компании. На пятом поговорим, как их предотвращать. И на шестом, как разрешать. Вот такой план. Сегодня же на сегодняшнем открытом занятии мы поговорим, из чего состоит конфликт, почему это присуще человеку, почему не нужно его извекать или бояться. Поговорим о психологии конфликтов и типичной причины конфликтов. Вот такой план у нас на сегодня. Итак, конфликт. Слово конфликт происходит, как и многие слова, от латинского «conflictus» или «столкновение». Во многих других языках, кроме русского и украинского, слово конфликт ровно в таком же виде сохраняется. То есть это, в общем-то, для всех нас естественно. Какие есть характеристики у конфликта? Как правило, есть наличие противоречий между интересами, это очень важно, интересами, ценностями, целями и мотивами сторон. Вот если вы сейчас помните какой-нибудь свеженький конфликт, прям подумайте про себя, а это было что? Это был конфликт интересов? Это был конфликт ценностей? Ценностей – это был конфликт целей или конфликт мотивов? Вот так вот для себя подумайте. Так, у нас Юлия написала «Москва, маркетинг, продажа». Спасибо, Юлия. Вот, дальше. Вторая характеристика – это противодействие субъектов. Ну, противодействие – это обычные какие-то события, которые происходят, какие-то действия, которые они демонстрируют. Дальше. Это стремление любыми способами нанести максимальный ущерб оппоненту его интересам. Это тоже характеристика конфликта. Вот именно поэтому многие конфликтов избегают, многие конфликты хотят решить, потому что материального ущерба компания хочет избежать. И это сопровождается негативными эмоциями и чувствами по отношению друг к другу. То есть, вот это вот тоже характеристика конфликта. Как мы видим, в общем-то, здесь с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы компании, полезного мало. Плохо, когда в компании есть разные интересы, ценности, цели и мотивы. Ну, лучше, чтобы они были синхронизированы. Плохо, когда есть противодействие. Плохо, когда есть желание наносить друг другу ущерб. Ну, и плохо, когда люди испытывают негативные эмоции. Здесь мы говорим скорее о конфликте в классическом слове, в классическом его понимании, потому что сейчас очень популярно говорить конструктивный конфликт. Ну, как бы из-за, наверное, дефицита слов в русском языке, и в украинском, и в других. Не нашли никакого хорошего названия для конструктивного конфликта, и назвали это так же, как и конфликт. На этом курсе мы скорее говорим про классические конфликты, которые от конструктива очень-то далеко. Так вот, конфликт – это столкновение или противоборство сторон, при котором хотя бы одна сторона воспринимает действие другой как угрозу ее интересам. Если у такого восприятия нет, то я просто к другому человеку отношусь спокойно, снисходительно, несерьезно, нормально. То есть сложно конфликтовать, когда один кулаками машет, а второй стоит, смотрит и говорит, что это ваши кулаками. Вот. То есть важно, чтобы одна из сторон воспринимала действия другой стороны как угрозу интереса. Какие есть компоненты у конфликта? У конфликта есть стороны. Есть Вася и Петя. Это стороны конфликта. Есть условия, в которых конфликт происходит. Например, это происходит на работе, в условиях работы над таким-то проектом. Есть предмет конфликта. Например, Саша хочет использовать Трелла, Вася хочет использовать Асану. Есть действия участников конфликта. Ну, они что-то делают, говорят руководителю, что другой человек плохой. И есть исход или результат конфликта. То, как это все разрешится. Что в итоге будет. Это является структурными компонентами конфликта. Идем дальше. Предмет конфликта. Вот здесь у нас был предмет конфликта. Это, собственно говоря, то, из-за чего вступают в противоборство люди, что становится объектом борьбы сторон. И он, как правило, связан с взаимоисключающими целями конфликтующих сторон. Или, по меньшей мере, с целями одной из них. Если стороны быстро понимают, ну, обычно это несложно, что цели не исключают друг друга, ты хочешь красное, я хочу теплое, ну, значит, это не конфликтует нормально. Можно сразу и красное, и теплое. Вот. Если же есть понимание, что цели конфликтуют, тогда возникает конфликт. Этапы. Как происходит развитие конфликта. Сначала возникает объективная ситуация, конфликтная или предконфликтная. Участники стороны осознают эту ситуацию как конфликтную, начинают в нее втягиваться. Дальше происходит сам конфликт, то есть конфликтное взаимодействие. И происходит разрешение конфликта. Рано или поздно. Либо конфликт может законсервироваться и быть вяло текущим. А может быть и не очень вяло текущим, может быть очень долгосрочным. При этом стороны продолжают наносить друг другу ущерб материальный. Поэтому затяжные конфликты, они наиболее опасны, наиболее вредны. И затяжные конфликты могут даже и компанию разрушить. Если в компании стороны очень долго и много наносят друг другу ущерб, то компания, скорее всего, как-то там в стороне не окажется. Истоки конфликта. Важно понимать, что конфликты – это сущность человека. Нас такими запрограммировали или создали, как хотите к этому относитесь. Но это часть нашей природы. Нас так разработали. Если бы мы не конфликтовали, то мы бы очень быстро могли бы погибнуть. Любое животное, любое, не знаю, другое существо могло бы отобрать у нас все, что есть, съесть и так далее. Потому что, например, тигр. У тигра очень понятный интерес. Пообедать. Интерес тигра, он немножко не совпадает с нашим собственным интересом. Выживать. А может быть, пообедать тигром. Вот возникает конфликт. Если бы у нас в природе не было заложено конфликтной ситуации, конфликтной сущности, мы бы видели тигра и такие, о, ну хорошо, ты хочешь меня съесть? Ну ешь. Ну и все. И закончился человек. Поэтому природа, или как хотите называйте, нас создали таким, что у нас в сущности конфликты. И здесь я предлагаю такой вопрос небольшой саморефлексии. Надеюсь, что будете откровенны. Как бы вы по десятибалльной шкале оценили свою собственную конфликтность? Десять баллов – это вы очень конфликтный человек. У вас постоянно возникают споры с другими людьми каждый день, по многу раз на день. Ноль баллов – вы вообще не конфликтная личность. Вы легко уступаете. У вас может незнакомец подойти, из рук забрать телефон, уйти, и вы скажете, ну и черт с тобой. Так, два, четыре, пять, два, давайте еще, кто, пять, шесть, так, три, четыре. Ну, друзья, я скажу, что два балла – это даже, как это, может быть, даже для вас и не очень хорошо. Да, тут я бы вам порекомендовал пройти курс, ну, этот курс тоже будет полезен, курс по тому, как вступать в конфликт. Шесть, четыре. Например, я, например, тоже долгое время был человеком неконфликтным, пока я не понял, что быть неконфликтным – это вредно. Вот. И я научился конструктивно конфликтовать, и вы знаете, я начал даже от этого получать некую пользу. Да, я увидел, что есть ситуации, которые без конфликта невозможно решить. Вот, например, когда я жил в Беларуси, мне часто приходилось пересекать границу. И на границе возникали разные ситуации. Вот если бы я продолжал быть бесконфликтным, я бы там потерял очень много времени. Когда же я сознательно вступал в конфликт, контролируемый, управляемый, конструктивный конфликт, я добивался более быстрого прохождения границы. Да, там были разные ситуации, ничего криминального. там, например, кто-то в очередь передо мной влазил, где-то там кого-то проверяли и остановили всю очередь, потратили все время и всю энергию на проверку одного человека, да, вместо того, чтобы этого проверять и параллельно пропускать других участников. Ну, было много чего. Так что, вот, просто для размышления те, кто ставит два балла, тоже повод подумать. Окей, идем дальше. Обстоятельства, которые способствуют конфликту в команде, да, то есть, есть, как бы, ситуации, в которых конфликты могут, ну, проявляться, появляться чаще. Первый, это период быстро достигаемых успехов, да, когда очень быстро компания, команда достигает успеха, вот тут очень многие успешные стартапы, если они созданы несколькими людьми, начинают ссориться, да, вот, вместе создали, начало расти, мы ой-ой-ой, не поделили и поссорились. Неопределенность в оценке соотношения сил, да, когда не поняли, кто есть кто. Там, в команде есть родственник генерального директора или акционера, но кто-то это не до конца не сразу понял. Обидное сравнение, да, когда кто-то кого-то не очень хорошо сравнил с кем-то. Статусная неопределенность, непонятно, у кого какой статус. Мышление по типу все или ничего, ослабленность действия, правил и норм. Это очень важная часть. Если в компании царит беззаконие, нет никаких правил, принципов и так далее, не описана культура, там будут происходить конфликты. Люди не знают, как можно, как нельзя, как хорошо, как плохо. Общение между членами группы и наличие индивидов, способных стать лидерами. Это, знаете, называют неформальные лидеры. Это все те обстоятельства, которые будут способствовать конфликту в команде. Даже обычное общение. То есть, действительно, есть команды, где люди не сильно, часто общаются. Они могут передавать друг другу задачи с минимальным общением. Есть команды, где очень много общаются. Там конфликты будут происходить чаще. Поэтому все это может способствовать конфликту в команде. Как вы видите, очень много рабочего, очень много чего можно этого найти, увидеть в команде каждый день. Виды. Можно конфликты разделить на два основных вида. случайные конфликты и не случайные конфликты. Как возникают случайные конфликты? Появляется первый конфликт агент. Мы чуть дальше дадим определение, что это такое. То есть, что-то, можно еще сказать, раздражитель. Появляется первый раздражитель. На это, на первый конфликт агент, проявляется более сильный ответный конфликт агент. Например, один сказал да ты вообще дурак а второй говорит да ты не то что дурак да ты там бла-бла-бла а вот возникает еще более сильный ответный конфликт агент и конфликт вот например если вы видели как на дороге возникает конфликтная ситуация одна машина подрезала другую другая машина первую обогнала еще сильнее подрезала тот начал сигналить начал там вылез из окна орать тот выбежал из машины да и начал кидаться на первого первый взял в машине монтировку или бейсбольную биту и начал колотить второго но вот так как бы конфликт раскручивается по спирали и каждое следующее действие как правило более сильное чем предыдущие это случайные конфликты да то есть появляется какой-то конфликт агент то есть какой-то раздражитель что-то какое-то событие которое заставляет человека отреагировать более агрессивно и здесь полезно подумать а что для вас могло бы быть конфликт агеном это такой вопрос вам для размышления да вот просто что спонтанное что в голову приходит что вот вас могло бы завести да подумайте подумайте напишите дома на работе на дороге неважно просто первое что приходит в голову что вас может завести когда вы начнете реагировать более сильным конфликт агентом то есть вы скорее всего ответить и более агрессивно более конфликтно более активно чем вам это сделали ну например оскорбление да если меня кто-то оскорбит я могу оскорбить сильнее но это такая мысль не факт конечно будет много нюансов так вот например небрежное отношение обесценивание явная несправедливость да вот кстати несправедливость тема которая тоже очень многих людей беспокоит и меня тоже в том числе это может очень задеть так хорошо кто еще готов поделиться кто не готов делиться даже для себя вот подумайте это полезно несправедливость если таксист едет в другую сторону да но таксист может быть объезжает пробку на ну окей идем дальше конфликт агены я я потом дам ссылку на одного автора который очень много чего проделал в области управления конфликтами порекомендую его книгу но пока мы просто без имен и там всего прочего ознакомимся с ситуациями а вот еще есть вариант нежелание договариваться без аргументов гнуть свое в бизнесе о личное оскорбление физическое нападение так вот конфликт агены это такие вирусы до случайных конфликтов это могут быть слова но действительно знаете есть такое понятие что слово может быть сильнее чем действия действия или может даже бездействия бездействия тоже нас может оскорбить как-то затронуть разозлить если например ожидается действие а например как это происходит машина впереди остановилась загорелся зеленый свет нам нужно ехать а машина не едет а это часто водители без них а тут довольность randomized какие-то библиigs эти библи бездействия даже может заставить реагировать более и активно так тогда ожидание и реальность ожидания и бездействия да вот все это может привести к конфликту поэтому конфликт аген это такая случайная величина как и вирус да вот Вирус тоже случайная величина. Он может привести к заболеванию вируса, может и не привести. Такое тоже бывает. То есть зависит от случайного стечения разных обстоятельств. На конфликтоген в наш адрес, как правило, мы отвечаем более сильным конфликтогенам. Как правило, более сильным. Теоретическим обоснованием закона эскалации конфликтогенов являются психологические механизмы самопроизвольного нарастания напряженности. Психологи определили, что у нас заложен механизм. Как я и говорил, конфликтная сущность – это наша природа. Природа у нас заложила самопроизвольное нарастание напряженности. Наверное, для того, чтобы помогать нам выходить из конфликта. Наверное, для выживания. У нас много чего заложено для выживания. Видимо, так получилось, что люди в ДНК, у которых это было, больше выживали, и поэтому они нас с вами и произвели на этот свет. Так вот, как сделать так, чтобы конфликты не возникали, если мы не хотим их создавать там, где они нам не нужны? Но, опять же, я еще раз повторюсь, зная, как избегать конфликтов, как их не создавать, как ими управлять, эти знания можно использовать и для создания конфликтов, если они вам нужны. То есть, конфликтов нет ничего плохого. Важно понимать, как они работают. Если вы знаете, что неиспользование конфликтогенов будет вести к избеганию, то и наоборот, использование конфликтогенов будет вести к созданию конфликта. Если вам нужно будет от кого-то добиться конфликта, для решения какой-то ситуации, рабочей или личной, то вы знаете, нужно задействовать конфликтоген, использовать либо слово, либо какое-то действие. Но будьте осторожны. Знаете, как детей предупреждают. Если берешь в руки спички, будь с ними осторожен. Вот я вас предупреждаю. Если вы на этом занятии и курсе научитесь работать с конфликтами, себе на пользу, будьте с этим максимально осторожны. Так вот, если вдруг есть цель или задача бесконфликтно себя вести, то правило номер один – не используйте конфликтогены. Я думаю, вы уже начинаете на примерах понимать, что это такое. На курсе мы это проясним максимально. Дальше. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. То есть, оценивайте. Произошла какая-то ситуация, словили конфликтоген в какой-нибудь свой адрес, действие, бездействие, слово. Задайте себе вопрос. Мне нужно это дальше развивать или не нужно? Если, может быть, вам этот конфликт не нужен, не нужно. Сегодня ситуация, расскажу, когда я не использовал конфликтоген и не реагировал. Значит, у меня сегодня утром была встреча в центре города, очень все запарковано, и мне пришлось припарковаться в том месте, где не очень нужно было бы парковаться. Ну, знаете, как обычно, в городе мест для парковок не хватает, ты паркуешься там, где можно. Я себя оправдал так, я припарковался на место выезжающей машины. Я искал, куда бы мне стать, машина выезжала, я такой, о, если она выезжает, я как бы автоматически воспринимаю, как там парковаться можно. В общем, я на встрече нахожусь, у меня срабатывает сигнализация, звонит телефон, что сработала сигнализация. Я выхожу, смотрю, вот кто ее спровоцировал, ну, кому она помешала, там стоит какой-то мужик, я говорю, это не вы случайно, сработали сигнализации. Он говорит нет, и там другой парень такой на машине подъезжает и говорит мне, говорит, чье это чудо ваше? Я говорю, мое. Мое. Он такой говорит, ну, знаете, спокойно, мое. Он такой говорит, что типа, вы знаете, что тут нельзя стоять? А, откуда вы? Я говорю, я вот из этого дома вышел. Говорю, а это вы сигнализацию сработали? Он такой, говорит, да. Говорит, ну, я ударил ногой по колесу. Я говорю, спасибо вам, что вы ударили ногой по колесу, а не куда-нибудь еще. Вот. Я говорю, что здесь нельзя парковаться? Он говорит, нет, здесь вот рядом выход из подъезда. Я говорю, ну, я здесь последний раз, я тут случайный гость, и больше сюда не приеду, вы больше не переживайте. И смотрю, его это успокаивает. Он такой, ну, не знает, что сказать. Я говорю, ну, и я не знал ваши правила, я не знал, что нельзя припарковаться, поэтому вы уж извините, что я припарковался. Я так это все шутя, добродушно, без какого-нибудь унижения, чувства собственного достоинства. Он растерялся, улыбнулся и сел, и уехал. Хотя я мог бы сказать, ты что по моей машине ударил? Козел, да, там, например, словом его затронуть. Или мог бы подойти, по его машине ударить ногой, действие было бы. Или мог бы ничего не делать, просто стоять и смотреть на него, бездействием его разозлить. Ну, вот тут был выбор не отвечать конфликтогеном на конфликтоген. Дальше взгляните на ситуацию глазами обидчика. Ну, вот в моей ситуации я понял, что он где-то здесь житель. Наверное, это место для парковки машины жителями не воспринимается как комфортное. Они тут рядом проходят, стоит машина, это неприятно. То есть, в моем случае это было. Проявляйте как можно больше благожелательности. Ну, в моем случае я ему улыбался. Да, я ему объяснил, что я здесь случайный гость. Что я сюда больше не приеду. И что я правила не знал и не хотел их нарушать. И даже извинился. Я так благожелательно понял, что почему бы не извиниться, человек расстроился. В своем дворе я бы тоже расстроился. У меня тоже есть понимание, где в моем дворе можно парковаться, а где нельзя. Если бы человек припарковался там, где я считаю, что нельзя, я бы расстроился. И для предотвращения появления конфликтогенов делайте упреждающее разъяснение. Это вот уже такой высший пилотаж. Это немножко из разряда манипуляций людьми. Ну, на самом деле, манипуляция людьми – это часть жизни каждого человека. Мы это начинаем делать с рождения. Мы с рождения начинаем, когда нам что-то хочется, что делать? Орать. Вот нам хочется, чтобы нам дали, например, сладенькое. Или нас взяли на ручки. Мы просто орем, орем, пока не добьемся желаемого. Мы манипулируем людьми. Так нас природа тоже создала. И поэтому здесь мы тоже… Раз нас природа создала манипуляторами, так вот нам приходится делать. Так вот, с людьми тоже это можно делать. Можно делать так, чтобы конфликты не создавались. Можно людям объяснять, даже если какие-то произошли действия. Например, вы спровоцировали конфликт, вам в ответ прилетел какой-то конфликтоген, и вы начинаете объяснять. Или вы создали конфликтоген, и тут же объясняете человеку. Или даже до того, как вы это сделали, вы объясняете. Вот вы говорите, например, своим коллегам, например, вы руководитель, у вас есть сотрудники. Вы говорите, смотрите, я человек эмоциональный, и я буду вас готовить, готовить не знаю к чему, к работе с эмоциональными людьми. Иногда буду поднимать на вас голос для того, чтобы вы учились реагировать на клиентов, которые поднимают голос. Поэтому, если я поднял на вас голос, не реагируйте агрессивно, говорите спокойно, спокойно, тише, тише. Ну, это, конечно, такую ситуацию выдуманную. В каждой конкретной ситуации это может быть свое упреждающее разъяснение, но эта техника может работать. Идем дальше. Классификация конфликтогенов. Почему они происходят, как их можно классифицировать. Где-то это стремление к превосходству. Есть люди, у которых есть психологическая потребность показывать превосходство. Опять же, в этом всем очень много природы, очень много психологии. Я думаю, что таких людей вы тоже встречали. Их даже на дороге очень много. Человек едет, и ему нужно показать превосходство. А может быть и вы такой человек. Вот подумайте. Дальше. Где-то проявление агрессивности. Да, или самоутвердиться за счет слабого. Точно. Где-то это проявление агрессивности. То есть, есть люди агрессивные. Опять же, по разным причинам. Может быть, человек, кто-то его разозлил. Может быть, он выгорает. Может быть, он чем-то недоволен. Где-то проявление эгоизма. Да, я плевать на вас хотел. Я вот здесь встал. И вообще меня ничего не интересует. Можно здесь, нельзя остановиться. Я вот решил так. Где-то это нарушение правил. То есть, человек нарушает правила. И вот как я сегодня нарушил правила жителей дворов, жителей домов этого двора. Вот. Это создало конфликтоген между нами. Или неблагоприятность течения обстоятельств. Это тоже важно понимать. То есть, ну, может быть, просто так получилось, что между нами возник конфликтоген. Идем дальше. Как укротить конфликтогены? Ну, логично. Вот стараться этого всего не делать. Не проявляет своего превосходства. Причем люди, которые превосходные манипуляторы, они обычно даже вам показывают, что они типа ниже вас по уровню, для того, чтобы не показывать свое превосходство. Обуздать свою агрессивность, умерить свой эгоизм. Или наоборот, если вы хотите создать конфликтную ситуацию, покажите другому человеку, что вы его превосходите, начните себя вести агрессивно и эгоистично, и конфликт у вас будет запущен. Вот. Идем дальше. Механизмы возникновения неслучайного. Это был все случайный конфликт, когда все произошло случайно. Вот как в моей ситуации с сифотня, это произошло случайно. Я этого человека не знал. У нас ситуация возникла. Он, может быть, тоже утром проявил свою агрессивность. Может быть, там можно парковаться, но утром его что-то расстроило. Не знаю, может быть, молоко скисло, он его в кофе добавил, и он не смог насладиться вкусным кофе с молоком. Он был агрессивный. И он решил эту агрессию на мою машину выплеснуть. Там, может быть, все паркуются каждый день. Он каждый день это спокойно проходит. А именно сегодня он решил машину ударить ногой по колесу. Вот. Поэтому мы не знаем. Но это был случайный. Как возникает неслучайный конфликт? Неслучайный конфликт развивается более сложно и немножко по другой формуле, по другому алгоритму. У неслучайного конфликта есть конфликтная ситуация, которая предшествует конфликту. Потом есть инцидент, то есть событие, и вот результат у нас конфликт. То есть была ситуация, она никак не проявилась, и потом что-то, хопа, и имеем конфликт. Или, может быть, другой способ, когда конфликтные ситуации накапливаются, 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 тогда уже инцидент не нужен, конфликт происходит сам по себе. Конфликтная ситуация – это может быть, ну, мы сейчас дальше поговорим, какая-то неудовлетворенность, да, какое-то несогласие. Но оно, как бы, не хватает какого-то события, чтобы вот запустилось, как бы копится, мы-то говорим, там, наша чаша терпения переполнилась. Это означает, что у нас там была конфликтная ситуация, которая долго вызревала, и потом какой-то инцидент наконец-то ее разрешил. Вот. Так вот, я до этого несколько раз говорил о конструктивном конфликте, о том, что, возможно, кто-то из вас захочет запустить конфликт. Вот, я имел в виду, скорее, не случайный конфликт, да, то есть вряд ли вы захотите там на ровном месте создать себе проблему, а скорее вы захотите какую-то конфликтную ситуацию, как бы, разрешить, да, и решите воспользоваться каким-то конфликтом, чтобы, ну, все-таки, вот, ее разрешить. Соответственно, для вот такого сценария развития конфликта разрешить конфликт будет означать устранить саму конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент. Если конфликтная ситуация неустранима, то предотвратить конфликт можно, если не допускать инцидентов. Вот, например, вы живете с соседями, ну, например, по стенке, да, на одном этаже, и вы с соседями болеете, ну, не болеете, а как бы поддерживаете разных политиков, да, вы там американцы, вы за демократов, а ваши соседи за республиканцев. Это конфликтная ситуация. Вы хотите, чтобы к власти пришли разные партии, разные президенты. Чем не конфликтная ситуация? Отличная конфликтная ситуация. Можете поменять партии на футбольные команды или, не знаю, на что-то еще. Так вот, не создавать конфликтов можно путем того, чтобы не допускать инцидентов. Ну, например, не включать громко музыку, да, потому что если вы включите громко музыку, это будет инцидент, это создает конфликт. Но не потому, что вы громко музыку включили. Может быть, громко музыка никого и не парит. А потому что вот вы же за республиканцев, так вы еще и громкую музыку позволили себе включить. Вот вас надо точно усмирить. Вот, поэтому устранить конфликтную ситуацию, ну, это поменять свои взгляды, например, да, или убедить соседей поменять свои взгляды, что, наверное, маловероятно. И исчерпать инцидент, ну, выключить громкую музыку или не допускать, да, не допускать включения громкой музыки. Идем дальше. Значит, понятие конфликтная ситуация – это накопившееся противоречие. Знаете, вот, когда оно капало, капало, собиралось, собиралось и собралось. Инцидент – это столкновение сторон, какое-то неприятное происшествие, вызванное неким действием или высказыванием. В общем-то, слово и действие, мы и раньше об этом говорили, способно привести к конфликту. Воспринятое другой стороной, как угрожающее ее интересам. То есть, например, соседи думают, он включил громко музыку, потому что он хочет унизить республиканцев. И конфликт – это открытое противоборство. Вот три этих элемента, три понятия. Идем дальше. Алгоритм разрешения конфликтов. Теперь знакомимся с ним. Конфликтная ситуация – это диагноз болезни во взаимоотношениях под названием конфликт. Лечение любой болезни эффективно только при наличии правильного диагноза. Поэтому установление диагноза – первое, с чего начинается лечение. То есть, вы можете в рабочей ситуации или в жизненной ситуации быть участником конфликта. У вас произошел какой-то инцидент, и вы пытаетесь его решить. Но оказывается, что вам нужно не эту ситуацию решать, а вам нужно понять, почему вообще создалась конфликтная ситуация. Представьте себе вот эту историю с вашими соседями-республиканцами, а вы, например, за демократов. И они знают, что вы демократ, вы за демократов, а они за республиканцев. А вы это не знаете. Вы думаете, что они тоже за демократов. И вот вы врубили музыку, они прискакали, вызывают полицию и так далее. Если вы не знаете, что ваша конфликтная ситуация создана верой в разные политические партии, то вы будете решать не тот конфликт. Вот. Поэтому вопрос к вам такой. Возьмите какого-нибудь человека, с кем у вас есть конфликт, и подумайте, насколько по десятибалльной шкале вы понимаете суть конфликтной ситуации между вами. Мы сейчас не берем какие-то конкретные события, которые могли недавно произойти, а именно конфликтной ситуации, то есть того, почему человек на вас готов всегда отреагировать, ну или не всегда, а иногда отреагировать агрессивно. Вот по десятибалльной шкале как бы вы оценили понимание этого диагноза с ним, понимание, почему он может так отреагировать. Поставьте оценку в баллы, например, 10 баллов. Я четко понимаю нашу конфликтную ситуацию. Он за вот это, а я за это, поэтому это способно привести к конфликту. Так, вот вижу оценка 8, вот еще 8, 9 и еще 8. Мне тоже интересно, вот насколько вы понимаете те конфликтные ситуации, которые могут приводить к возникновению конфликтов, если происходят какие-то инциденты или если они накапливаются в конфликтной ситуации. То есть, в принципе, вот еще одна девяточка. По вашим оценкам, для вас это не является какой-то скрытой, закрытой и неизвестной информацией. Для вас это является понятной информацией, ну и прекрасно. Вот еще оценка 7, дроп 8. То есть, если бы многие из вас поставили оценку 0,1,2, я бы сказал сразу же, что нужно тогда пытаться проанализировать, поговорить, изучить, собрать информацию, а в чем же суть конфликтной ситуации. Правила формулирования конфликтной ситуации. Ключевую роль в разрешении неслучайных конфликтов играет грамотное конструктивное формулирование конфликтных ситуаций, описывающие сущность любого конфликта. Вот если вы видите, что с каким-то человеком у вас проблемы, полезным решением может быть записать на бумаге суть конфликтной ситуации. Именно вот записать на бумаге. Потому что очень много чего у нас в голове сидит на уровне эмоций, восприятия, интуиции. А когда мы это облекаем в слова, с этим проще работать. Вот поэтому такая рекомендация. Если есть человек, с которым вы бы хотели наладить отношения, и вы часто конфликтуете, попробуйте сформулировать словами, описанием конфликтную ситуацию с ним. Соответственно, правило номер один – конфликтная ситуация – это то, что нужно будет устранить. Правило номер два – она предшествует инциденту и конфликту. То есть вы описываете не то, что произошло, а то, почему это произошло, то, что было до этого. Правило номер три – то, как вы сформулировали, из него должно быть понятно, кто и что должен делать для устранения конфликтной ситуации. Это самое сложное, потому что у всех конфликтные ситуации свои, поэтому здесь может быть сложно, но желание здесь может победить. Правило номер четыре – задавайте себе вопросы, почему это происходит. Например, конфликтная ситуация. Мой хороший товарищ завидует моим успехам. Сложно понять, как это устранить. Вопрос – почему он завидует моим успехам. И вот тут могут быть очень разные ответы. Вы можете несколько раз задать себе вопрос, почему, пока не докопаетесь до причины. Он завидует моим успехам, потому что он видел, как я выиграл в этой номинации, а он в ней не выиграл. А почему он завидует? Потому что ему хочется выиграть в такой номинации. А почему ему хочется выиграть? Ну и вот несколько «почему» вас может привести к каким-то очень неожиданным выводам. Правило номер пять – сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами. То есть не берите какие-то левые, чужие слова, по-своему напишите. И постарайтесь минимально, если у вас получилось описание конфликтной ситуации, несколько абзацев, постарайтесь сократить до какого-то понятного предложения или двух предложений. Идем дальше. Алгоритм выявления всех составляющих элементов любого конфликта. Первое – нужно понять, есть ли конфликт. И если оно есть, если вы видите, что с кем-то у вас есть конфликт, начинайте изучать, какие есть конфликтные ситуации. Может быть, их будет несколько. Задавайте себе вопрос. Есть ли еще какая-то конфликтная ситуация в этом конфликте? А есть ли еще какая-то конфликтная ситуация? Пока вы скажете нет, ну все, ну вот точно ничего нет. Опять же, конечно, вы здесь во многом опираетесь на свои предположения, но это хорошо, потому что другой информации у вас нет, а эта информация вам поможет, это будет ключ к решению. Теперь причины конфликтов в команде. Мы на этом курсе будем разбирать разные виды конфликтов в команде, между командами, между руководителем и сотрудником и так далее. Поэтому здесь просто несколько примеров, ну как такая, как сказать, анонс того, что может быть. И для понимания, да, вот для понимания, для HR особенно полезно, ну потому что это может, понимание причин может вести к решению. Так вот, например, что может вести? Нечеткое распределение прав и обязанностей, да, когда роли четко не распределены, не прописаны. Неправильные действия одного или нескольких членов группы. Ситуационная несовместимость двух или большего количества людей. Расхождение во мнениях. Личная неприязнь, может быть. Зависть. Психологическая несовместимость, да, вот такие причины могут создавать конфликты в команде. Дальше, варианты конфликтов в команде. А это может быть руководитель и коллектив, это может быть рядовой член коллектива и коллектив, это может быть лидер и группа. Да, и тут тоже могут быть разные возможные причины, которые будут к этому вести. На занятии про разные варианты конфликтов мы будем детально изучать и возможные причины. Дальше, как предотвратить конфликты в команде. Наверное, то, что многих интересует на работе, и HR, и руководители прежде всего. Прежде всего, это сплоченность, которая повышает эффективность деятельности и комфортность самочувствия ее участников. Именно поэтому многие компании проводят тимбилдинги. Например, когда я работал в компании Wargaming, у нас было у компании правило, каждому руководителю выделялся ежегодно бюджет, которого обычно хватало на два тимбилдинга. При этом были общекорпоративные мероприятия. То есть для сплоченности делалось действительно очень много. И реально это позволяло снижать конфликтность. Часто такие тимбилдинги проходили кросс-командно. То есть там команда с другой командой, либо просто отдельных членов приглашали из других команд, специально, чтобы увеличить сплоченность. Поэтому все вот эти тимбилдинги, которые проводятся, если вы не знаете, зачем они проводятся, то вот вам один из аргументов. Это повышение сплоченности и снижение конфликтных ситуаций. Дальше совместимость является условием возникновения взаимных симпатий и выступает предпосылкой сплоченности коллектива и бесконфликтного общения. А вот для этого компании описывают корпоративную культуру ценности и стараются отбирать людей по ценностям. То есть чтобы не приходили люди с кардинально разными ценностями, которые будут потом конфликтовать. Именно для этого компании начинают уделять внимание интересам людей. То есть делают какие-то мероприятия, кружки по интересам, начинают привлекать людей, которые увлекаются теми или другими интересами, чтобы люди находили между собой общее, и у них было желание конструктивно работать. Вот несколько таких действий, которые компании осуществляют. Последствия конфликтов в команде. Тоже очень важно понимать, чтобы был стимул что-то делать с этим, а не оставлять это на самотех. Во-первых, в результате конфликтов образовываются подгруппы. И важно понимать, что... Давайте я задам этот вопрос. Скажите, пожалуйста, какая цель подгруппы в команде? Вот когда в команде возникает подгруппа из какого-то количества людей? Как вы думаете, какая самая главная цель? Она может быть явная, неявная, осознанная, неосознанная. Она всегда одна. Как вы считаете? Какая главная цель? Наличие подгруппы. Подружиться против кого-то. Так, одно мнение высказано. Пожалуйста, еще. Кто какие варианты видит? Подумайте, у кого-то может быть еще. Может быть, кто-то сталкивался. Вот вспомните, мне кажется, на работе мы с этим сталкивались, когда какие-то группы там соединили, образовывались. Общий бойкот. Вот у меня была в команде на телеканале СТБ, я был очень молодой руководитель и по возрасту, и по опыту. У меня организовался неформальный лидер, который начал собирать подгруппу внутри моей команды. Еще против меня настраивать. Своего рода захват власти, противостояние другой группе, слить кого-то, объединиться для комфортной ненависти. Смотрите, основная задача любой подгруппы – разрушить основную группу. То есть любая группа, которая соединяется внутри отдела, сознательно, несознательно, у нее одна цель – это разрушить большую команду, перестроить, сломать. Поэтому образование подгрупп всегда деструктивно. Дальше. Второе последствие – удаление. Вы тут про это написали как раз. Удаление инакомыслящих членов. То есть когда есть конфликты не конструктивные, а деструктивные, с которыми ничего не происходит, инакомыслящих стараются удалить. Дальше. Выбор козла, отпущение происходит. Если еще знаете, тут у меня этого в списке нет, есть такое понятие – диктатура меньшинства. То есть часто как происходит? Несколько людей путем конфликтов устанавливают диктатуру, благодаря которой заставляют большинство подчиниться мнению меньшинства. Организационные изменения в группе, то есть смена цели группы, смена руководителя, может быть. Я сегодня написал пост в чате Skyrocket HR, в группе Skyrocket HR. У меня была такая ситуация, это я впервые такое увидел. Я пришел на телеканал СТБ и проработал полгода. И тут мне говорят, что увольняется один руководитель. Очень ценный, его очень ценили, очень важный. Я, конечно же, пытаюсь разобраться, почему он увольняется. Оказывается, он уволился от своей команды. То есть команда по отношению к нему была настолько… Он сам ее сформировал, он ее обучал, натаскивал. Благодаря ему она была. Но так получилось, что команда его выжила. То есть он ушел, потому что ему надоело с ними работать. Они были токсичные, они были непослушные. Но он просто уволился от своих же людей. Вот такое бывает. Изменение стиля руководства группой и распад группы. Ну или команды. Тут, где группа, можно поставить команду. Вот такие негативные последствия. То есть если с этим ничего не делать, как мы видим, в общем-то ничего хорошего. Дальше. Бывают конфликты между командами. Здесь может быть объективный конфликт интересов и может быть социально-психологический феномен группы. Часто в компаниях возникает ситуация, когда одна команда против другой. Знаете, это как район на район, стенка на стенку. Типа мы – это мы, они – это они. Давайте их против них мочить. Истоки конфликтов в организациях. Очень много чего рождается из-за производственных процессов. То есть сам по себе бизнес, сама по себе работа компании – это источник регулярных конфликтов. Дальше. Часто это может происходить из-за трудностей взаимоотношений членов коллектива, особенно членов коллектива разных команд. И также могут быть коренящиеся в личностных особенностях участников взаимодействия. То есть каждый по-своему взаимодействует, кто-то привык к себе. Вот у меня такое было тоже на телеканале СТБ. У нас был один сотрудник, который привык работать в очень агрессивной культуре. И он привык взаимодействовать очень агрессивно. Из-за этого со многими вступал в ненужный и в деструктивный конфликт. Где-то он благодаря этому много чего добивался, но создавал вокруг себя очень много шума и вреда. Пока он не подтесался, не адаптировался, потом его начали там любить, он стал супергероем, можно сказать. Но поначалу были сложности. Вот это вот истоки конфликта. Причины, приводящие к конструктивным конфликтам. Конфликты не обязательно могут быть деструктивные. Не обязательно это что-то, что обязательно нужно как-то пытаться устранить или пытаться как-то подавить. Бывает такое, что реально люди объективно чем-то недовольны и нужно объективно это исправить. Например, недовольство оплатой труда – это конструктивный конфликт. Если компания объективно мало платит, ну а что вы хотели? Неблагоприятные условия труда. Тут очень много. Неудобный график работы, упущение в технологиях. В общем-то, много чего, что компания не смогла нормально организовать, это может приводить к конфликтам. Если это все порешать, то даже компания от этого выиграет. То есть, это можно сказать, что так. Конструктивный конфликт – это конфликт, решая который, компания выигрывает. Смотрите, например, если компания улучшит график работы, она будет в более выигрышной ситуации. Она будет более привлекательна для сотрудников, снизится текучесть, повысится мотивация, производительность труда и так далее. Поэтому этот конфликт, если его решить, он будет использован для компании. Значение конструктивного конфликта – это положительное разрешение. Конструктивного конфликта – это прежде всего устранение недостатков, причин к нему приведших. То есть, с помощью конструктивных конфликтов компания может устранять свои недостатки и улучшать ситуацию. И могут быть деструктивные конфликты в организации. Это могут быть неправильные действия руководителя, подчиненных и одновременно действий и руководителя, и подчиненных. Это деструктивные конфликты, и их нужно устранять, то есть, устранять само поведение, а не какую-то ситуацию в компании. Действия руководителя в конфликтных ситуациях. Так как у нас сегодня вводное занятие, все равно мне хотелось дать какие-то базовые рекомендации для тех, кто просто послушает и пока не будет учиться на курсе. Кто будет учиться на курсе, мы детально, алгоритмы эти все изучим. Действия руководителя. Нужно ответить себе на вопросы, что мне здесь делать, где находятся истинные причины конфликта, когда приступать к действиям и как себя вести. Это четыре вопроса, на которые руководитель ищет ответы для того, чтобы решить конфликтную ситуацию. Есть, как мы и говорили, вы об этом писали, домашние разные ситуации, то есть социальные факторы, которые приводят к конфликтам. Это работа и дети, отсутствие заботы рабочих, смешение бытовых и служебных отношений, нарушение права на отдых. Это все тоже ведет к конфликтам. Управление конфликтами. Так как конфликты деструктивные, вредные для компании, конфликты нужно разрешать или даже не допускать. И только конструктивные конфликты, если оперативно на них реагировать, могут приносить пользу. Как предотвращать конфликты? Для предотвращения конфликтов подходит технология, которая называется «Скрытое управление людьми». Это такой подход, который вы можете даже не замечать, что некоторые люди его применяют для того, чтобы не создавать там, где не нужно конфликтной ситуации. Это такое взаимодействие, при котором цель скрывается от адресата, но адресату сообщается такая информация, исходя из которой тот сам принимает запланированное инициатором решение. Одна из методологий или методик здесь – это метод упреждающих комплиментов. Так вот, смотрите, если кто-то вам на работе делает разного рода комплименты или в рабочих ситуациях, вполне вероятно, что этот человек стремится вами манипулировать. У меня есть один знакомый продажник, он очень классный продажник, даже хочу сказать, наверное, лучший продажник, которого я встречал. Он часто делает скрытые, нескрытые какие-то комплименты. Даже бывает, начинает ко мне обращаться, пишет типа «Майк, привет, нужен твой совет, ты же у нас лучший HR в стране». И я такой, ага, понятно. В общем, человек хочет проманипулировать. Но это он делает не потому, что он злодей какой-то, потому что продавцы этому всю свою жизнь учатся делать это, и у них это просто становится частью их жизни. Но это работает. Значит, смотрите, в чем здесь суть. Вероятность того, что возникший конфликт-агент приведет к конфликту в значительной степени зависит от эмоционального состояния индивидов и общей атмосферы их взаимоотношения. И лучше всего улучшить и то, и другое – это делать упреждающие комплименты. Это не единственный способ. Нам можно в целом, некоторые компании постоянно поддерживают атмосферу фана, атмосферу веселья, отдыха, развлечений. И там реально сложно конфликтовать с людьми. Когда все вокруг круто, все здорово, какой-то красивый офис, какие-то мероприятия, вечеринки, на кухне фрукты, кофе. Все круто, и конфликтовать сложно. И наоборот, когда все не круто, конфликтовать проще. Так вот, важно понимать, что комплимент – это и не лесть, и не похвала, это небольшое преувеличение какого-либо из достоинств адресата. Вот когда мне мой знакомый говорит, что я лучший HR всего мира или страны, он берет мое достоинство. Я действительно HR, я действительно неплохой HR, но он его увеличивает, возводит до ранга какого-то космического. Комплимент отличается от лести тем, что дается небольшое преувеличение. Он не говорит, что, слушай, Майк, вот ты лучший, не знаю, там бодибилдер, да, или лучший бегун. Понятно, что это было бы совершенно вранье, потому что я там бегаю, но очевидно не так, как спортсмены. Вот. В то время как льстец сильно преувеличивает достоинство собеседника. Правило, это называется неотразимый комплимент. Быть искренним, стараться сделать комплимент незаметным, оставьте возможность домысливания, ну, чтобы человек что-то там еще тоже себе домыслил. Опирайтесь при этом на факты, будьте кратким, проявите эмпатию, и можно даже сделать антикомплимент себе, сказать, вот я никак не могу, не знаю, там, что-то добиться, а вот ты в этом молодец, поэтому, пожалуйста, помоги мне. Вот. Здесь есть виды или примеры неотразимых комплиментов. Здесь, вот, это я просто забегаю вперед, в курсе, мы это будем изучать. Опять же, так как мне тема управления конфликтами для меня важны, мне хочется, чтобы много людей в ней разбирались, потому что от отсутствия деструктивных конфликтов просто все выиграют, да, поэтому я решил несколько включить таких примеров, советов, чтобы тем, кто пришел только на этот вебинар, тоже получили что-то полезное. Вот, здесь будет несколько примеров, я эту презентацию традиционно выложу в чат Mike Virtual Academy в Телеграме, поэтому если вы еще пока нету, если вас нету в Телеграм-чате Mike Virtual Academy, вы находите, добавляйтесь, там это будет. Основные подходы к разрешению конфликта, значит, есть разные варианты, вы тоже могли сталкивать, сталкиваться с этим, это может быть победа или выигрыш одной из сторон, то есть чисто доминирование, это может быть прекращение конфликтных действий сторон без устранения причин вызвавших, это называется урегулирование, вот, или это может быть взаимовыгодное решение, при котором ни одна из сторон ничем не жертвует, называется сотрудничество и интеграция. Всему этому можно научиться, понимая, почему происходят конфликты, понимая возможные варианты, вы сможете научиться их регулировать. Ну и сегодня несколько рекомендаций я вам тоже дал. Домашнее задание для тех, кто на курсе, взять любой свежий конфликт, который вы наблюдали, желательно там, где вы были участником, и описать, какие конфликтные ситуации с ним связаны и какой был инцидент, если он был. Также подумайте, как можно решить конфликтные ситуации для того, чтобы конфликт был исчерпан. Вот, вот такое домашнее задание, книга, о которой я, точнее, книга, которую я обещал назвать, и автора. На тему конфликтов я искал очень много информации, изучал разные подходы, есть много сухой, такой, знаете, чисто технической информации про конфликты, и вот только один автор, который привлек мое внимание, и подход, которого мне понравился, тот автор, которого я готов рекомендовать вам именно по этой теме, это Виктор Шейнов и его книга «Управление конфликтами». Вот, ее можно легко купить на Литресе, пожалуйста, не просите, знаете, иногда в чат приходят и говорят, у кого есть электронная книга, смотрите, сайт Литрес, любая книга 5-6 долларов, ну, это 3 чашки кофе, да, можно себе позволить. Поэтому покупайте лицензионную книгу, если захотите почитать более детально. Для тех, кто уже на курсе, вас ждут дальнейшие занятия на следующем занятии, мы изучим типы конфликта. То есть, вот то, что мы сегодня так вкратце увидели, изучили, мы дальше уходим вглубь, вглубь, более детально все изучаем, домашние задания отрабатываем, практикуем, для того, чтобы на выходе по окончанию курса вы умели, что делать, управлять конфликтами в компании. На этом все, спасибо, кто был онлайн, в Фейсбуке буду благодарен, если нажмете репост, в Ютубе, кто будет смотреть, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал Академии. Ну и всем, кто в чате сейчас, буду благодарен, если напишите, что было наиболее ценного. Может быть, у вас какие-то вопросы есть, тоже есть возможность эти вопросы сейчас задать, поэтому пишите эти вопросы. Так, что у нас в чате? Майк, спасибо большое, очень интересно. Пожалуйста, да, вот у меня была такая цель рассказать о сложном, интересно. Как решить конфликт директор с отделом кадров? Ну вот, если очень быстро, то разобраться в конфликтной ситуации, понять, почему есть конфликт, да, вот найти, найти, почему он есть, что, может быть, он чем-то недоволен, не доверяет. То есть попытаться проанализировать это, разобраться. Возьмите, например, если сложно, какой-то конкретный конфликт недавний и разложите, да, какой был инцидент, какая конфликтная ситуация этому предшествовала, то есть что такое происходило, почему он конфликтует с отделом кадров. Вот. Вот такая рекомендация. Ну и, да, наверное, надо сказать, те, кто на курсе, мы можем, для каждого курса мы создаем индивидуальный чат студентов, где можем уже в закрытом формате обсуждать более откровенно какие-то рабочие ситуации, проблемы. Я могу вас как-то подталкивать, консультировать в этих чатах. Отдел кадров старенький, он новенький, не принимает директора, хочет с учредителями работать. Так, отдел кадров старенький, он новенький. Это понятно. Видимо, отдел кадров не принимает директора и хочет работать с учредителями. Вот она, конфликтная ситуация. Это ситуация статуса и ролей. исчерпать эту конфликтную ситуацию можно путем понимания, что все-таки компанией управляет директор. Работать с учредителями не вариант. Учредители могут быть одними из стейкхолдеров, но нужно выстраивать рабочие отношения с директором. Нужно понять, что есть роль, нравится человек, не нравится, это второе, есть роль, с ней нужно работать. То есть решение конфликтной ситуации заключается в построении рабочих эффективных отношений с директором как с ролью. Ну, раз уже директор есть, то у вас уже нет вариантов взять с наиболее совместимого, уже есть вариант работать, поискать общие интересы. Бывает, знаете, человек кажется совершенно неинтересный, какой-то совершенно далекий, а потом выясняется, что у вас есть общие интересы, и он, и вы увлекаетесь собачками, машинами БМВ, детективами, еще чем-то. И на фоне общих интересов можно выстроить отношения. Может быть, вы родом из одного города, может быть, вы закончили один и тот же институт. Какие-то такие варианты. Хорошо, друзья, не смею вас больше задерживать. Всем большое спасибо за ваш интерес к вебинару. Всем хорошего вечера. студентам курса до встречи ровно через неделю. Жду ваши домашние задания. На этом все. Пока-пока. Продолжение следует...